приветствую всех любопытных для любопытных несколько сказок рассказов о том как писались наши песни для нового арийского альбома и какими соображениями мы руководствовались естественно какие темы какие сюжеты что из этого получилось что мы хотели сказать я думаю что было бы целесообразно начать с песни проклятием арий за главная песня по ней собственно назван альбом песни которая продолжает традиции группы ария у нас практически на всех альбомах были и есть такие длинные эпические произведения ну за редким исключением до начиная с игры с огнем последний такой эпик это был кровь за кровь ой извините не кровь за кровь а кровь королей но все равно кровь вот и проклятие марии как бы возвращается к этой доброй традиции опять же это основано на легенде как и кровь королей основана на легенде о короле артуре о том что вот вот он должен проснуться и спасти бедную англию но не знаю от кого будет спасать от русских от новичка там или от мусульман в данном случае мы взяли старую легенду корабле или о капитане летучий голландец до сих пор неизвестно кто же все-таки был назван так то ли сам корабль то ли такое прозвище получил капитан и рассказали о плавании 1641 года когда свирепый голландец по происхождению голландец с фамилии дер декен ван дер декен что значит с палубы дер декен с палубы то есть расхаживался по палубе либо ван стратен либо фоке то есть несколько есть таких претендент на эту роль вел свой корабль свое судно из индии загрузив трюмы шелками благовониями может быть и наркотой обратно в родную голландию напомню это был 1641 год это точно указано не знаю как это подтверждено но дата указывается в источниках довольно точно и вот корабль под командованием буйного капитана который любил выпить и побить своих матросов с плеточкой добрался до мыса доброй надежды и там разразилась кошмарная совершенно буря видимо это был какой-то гнев что ли небес там проведение не решили пощекотать нервы команде и капитана и моряки взмолились попросили капитана уйти в бухточку затаиться переждать эту природную ярость такой катаклизм но капитан стоял на своем то есть он богохульствовал чертыхался и кричал что не он ну вот он пройдет мимо этого мыса доберется домой и чтобы там пусть развернутся всех ляби небесные там восстанут все утопленники со дна океана но он своей цели добьется и не отступит кто-то пытался возражать капитан естественно отправил их на кормаком за бак вот и продолжал сотрясать кулаками потрясать кулаками посылать проклятие неба и когда в общем то небо это услышало они там наверху решили хорошенько наказать богохульника и заодно и команду хотя в общем то команда была ни при чем наоборот можно было только пожалеть этих моряков им было назначено такое наказание всю жизнь до судного дня то есть даже не жизнь потому что уже вечность до судного дня кораблю скитаться по морским и океанским волнам пугать других моряков предвещать беду и ни разу не пристать к берегу по одной из версии пристать к берегу можно было один раз в 10 лет чтобы команда могла сойти на берег выпить хорошо в таверне и поискать женщину которого полюбила капитана и тем самым своей любовью спасла бы его от проклятия но в общем не складывался никто не находился даже если вот эту версию рассматривать там 10 лет 20 лет 30 лет сто лет и вроде бы до сих пор этот голландец скитается по морям океаном и до сих пор какие-то моряки его могут видеть то есть увидел ты этого голландца все пиши письма потому что что-то с твоим кораблем случится либо тебя бросят на риф какая-то волна сумасшедшие либо там я не знаю там кракен поднимется со дна морского и вот этот корабль и всех короче говоря вот такая легенда есть конечно разновидности сказки они как всегда пересказываются передаются из уста какие-то добавляются детали там по одному еще варианту было рассказано что на корабле находилась молодая пара парень с девушкой и вот капитан этот безобразный положил глаз на эту девушку то есть выбросил парня за борт девушка расстроилась тоже прыгнул за любимым за борт в общем и за этот капитан был проклят то есть очень много всяких трактовок никто не знает что был на самом деле но по свидетельству у моряков причем в трезвом состоянии действительно этот корабль периодически появляется то ли это оптический какой-то обман а то ли это еще что-то то ли он действительно переселяется из одного мира в другой никто не знает и вот основываясь на этой легенде но выбросив всех женщин за борт то есть мы решили не заставить внимание на любовной линии хотя по правилам шоу-бизнеса обязательно должна быть любовная линия в любом сценарии то есть это якобы привлечет внимание слушателей не знаю лично мне вот эти вот сказки про девушек которые бросаются за борт вслед за любимыми или там вот эта дамочка которого должна полюбить этого безобразника совершенно не близки тем более что эта тема уже отработана и в опере рихарда вагнера и фильме пираты карибского моря там женский элемент присутствует поэтому мы взяли как бы вот эту историю самого капитана который карту звезд как очень наш читал который был очень опытный но был жестоким и вот эту историю как они подходят к мысу надежды по некоторым версиям этому из горн то есть совершенно другой континент южная америка и как он посылает проклятие небу и небо отвечает ему проклятие затем идут так как композиции много частей то есть в принципе там даже можно было бы если была бы возможность так мне кажется записать хоры то есть вот когда идет от речь рассказ от имени моряков там вообще-то предполагались конечно хоры то есть это вот прям как у эрди должно было быть я думаю получилось бы очень здорово они как бы и раскаиваются с одной стороны а с другой стороны у них доля такая то есть это люди совершенно подневольные они как бы в цепях этого проклятия они должны бить уничтожать другие корабли уничтожать других моряков тем не менее земля их тянет тянет но увы они ничего сделать не могут и и в последней части там где вот такая добивочка идет да такая же добивочка в свое время предполагался песни штиль но ее виталий дубинин убрал а здесь слава богу оставил и там как бы подводится итог всему сказанному что надо бояться не мертвых из древних легенд а надо бояться живых которые тебя окружают и которые способны любые безумства это подводка к чему это подводка к сегодняшнему дню и то есть если посмотреть на то что сейчас происходит вообще в мире то мы видим что слишком много безумных капитанов довольно резко руку как бы себя ведут на палубах своего корабля и мы с доброй надежды в общем то у всех один как бы доброй надежды да но там все межтормит мыса и капитаны вполне возможно что то сделают неправильно они уже делают неправильно сделает окончательно неправильно получит проклятие и тогда ну что цивилизация будет я думаю круг так что вот такой эпик то есть в традициях доброй старой арии и честно говоря я очень довольна как эта песня звучит и там есть моя любимая строчка что мы вот наши под флагом нашей темной славы это действительно темные слова это призраки из других миров проклятия морей то есть все на мой взгляд очень хорошо уложилось и все очень хорошо удалось идет полное соответствие задуманные темы изложение этой темы полное соответствие такой повествовательный очень хорошо все рассказано очень доходчиво ну на мой взгляд доходчиво полное соответствие музыки на мой взгляд это очень удачный эпик и виталий умеет это делать делает это с удовольствием ну вторая песня это убить дракона музыка виталия дубинина когда был опубликован список названий сразу поднялся вселенский вой типа а эти драконы драконы достали лишенный дракон дорогие товарищи господа дамы джунглены драконы бывают разные драконы бывают такие как вот в моем любимом детском фильме сердце дракона такие добрые такие общительные вот помните как он там с рыцарем по полю ходил крылышки за спину заложив как они мило беседовали как вся эта история печальная красиво закончилась как он превратился в созвездие на небе и так далее бывает конечно драконы вредны как фильмах хоббиты там или пустошь с мау я уж не помню там дракон который зовут охранял всякие драконы короче говоря бывает еще трансильванские драконы разновидности вот у меня вот есть вот замечательный совершенно дракон привезенный младшим внучком а все мы уже дедушки и бабушки и все вы тоже будете дедушками и бабушками так что нечего смеяться такой дракон привезенный из кракова совершенно замечательно то есть научок знает что нужно привозить бабушки драконов и прочую нечисть и так убить дракон речь идет не а вот таких вот замечательных созданиях сказочных которые кстати есть и в сказочных животных в книжке которые имеют отношение гарри поттеру речь идет о внутреннем драконе то есть каждом из нас сидит дракон спит до поры до времени пока не создаются соответствующие условия благоприятные чтобы этот дракон для того чтобы дракон этот проснулся и начал свою бурную деятельность то есть что может разбудить дракона естественно ярость гнев жадность и стремление к власти собственно об этом и песня она в чем-то перекликается да даже не в чем-то во многом перекликается замечательным произведением шварца убить дракона кто не читал саму пьесу не видел в постановке тот может посмотреть или уже посмотрел свое время так сказать освежить в памяти замечательный фильм убить дракона где играет мой горячо любимый олег иванович янковский этого дракона помните эту фразу я 17 раз избирался и каждый раз пожизненно вот этот совершенно гениальная фраза или как вот он будет ну чё там от свободы ты все говоришь свобода свобода зачем людям свободу ты дашь людям свободу они друг друга перебьют и перегрызут вот и вот это вот 17 раз избирался каждый раз пожизненно вот это вот фраза легла как бы в основу и в нашей песне рассказывается как раз о том как дракон из века век правит людьми и как все время обещает им какое-то там призрачное счастье и люди естественно доверяют ему и ждут и молятся на него там наш дракон о наш дракон самый лучший в мире дракон так далее ну там по тому подобного но чем собственно это дракон руководствуется опять жаждой власти и жадностью то есть он набирает всех он царит на троне он унижает всех люди это терпит потому что понимают что если они перестанут терпеть произойдет то что у нас называется раскачивание лодки и не дай бог будет хуже и собственно песня вот основана на этом сюжете ничего особенного в ней нет кроме того что мы много раз ее переделывали и у нас и по сюжету там был и рыцарь который как бы выходит сражаться он слот такой потомок ланселота с ныне действующим драконом вы в общем то он получает власть он побеждает дракона он садится на его трон и превращается жадность и жажда власти делает свое дело и этот ланселот потомок то есть ланселота превращается точно в такого же дракона смысл в том что наконец все таки дракон помирает оказывается не вечным происходит борьба за трон опять трон занимает очередной дракон который обещает людям призрачное счастье и как есть такая детская считалочка на колу мочало начиная сначала то есть это постоянно происходит в нашем мире потому что люди не меняются внутренние драконы сидят у каждого и и прежде чем что-то менять там заниматься какой-то революции там перемены мест перемены слагаемых компонентов нашей жизни надо убить дракона в себе вот этого дракона который только ждет чтобы его подкормили самыми такими низменными что ли желаниями жадность больше хапнуть и властвовать подчинять всех чтобы они все согнулись не поднимали глаз от земли и молились на того кто сидит на троне вот такой вот у нас рассказ получился собственно это продолжение темы затронуты в песне что вы сделали с нашей мечтой опять же это арийская традиция или песня последних лет черный квадрат то есть понимаете в чем все дело существует определенные идеологические расхождения вот у авторов текста одни призывают сидеть в сумраке не выходите сумрак оставаться в тени и тихо копошиться там своих отходах своей жизнедеятельностью скажем так вот а вообще-то heavy metal вообще тяжелая музыка и не свойственно вот такие призывы там спрятать голову в песок сидеть греться на солнышке не обращать внимание на мотыльков на коршунов на драконов которые шастают рядом и в общем творят самые безобразные дела как вы знаете right fight power в таком смысле что как бы борьба battle это и у северных групп у скандинавских это в общем-то и в оригинальных так сказать в корневых группах я еще не видел ни одну такую группу есть конечно депрессивные все понятно но это не совсем тот хэви которого как бы придерживаемся и поэтому хотелось как бы взбодрить немножко тех кто опускает голову все-таки что-то можно сделать на самом деле было бы как говорится желание но другие авторы считают что это желание надо отбивать и загонять людей в сумрак но не знаю здесь наши точки зрения с виталием совпадают и мы как всегда решили немножко помитинговать что в общем-то хэви-метал не запрещает делать убейте дракона в себе и жизнь станет прекрасно следующая песня живой музыка сергея попова знаете не спешите сразу с выводами как вы только услышите эту песню потому что ее с первого раза можно вообще не распробовать с первого раза ее можно просто не понять она может слушаться как часть чего-то большого а то есть еще не сделанного не показанного как такая своеобразная ария героя какого-то эпика послушайте второй раз послушайте третий на четвертый я уверяю вас она войдет вам в душу войдет вам в сердце потому что это песня монолог человека который жил счастливой жизнью у нас среди нас но отправился на войну и в результате действительно получился такой монолог человека вот первая часть такая лирическая да он объясняется в любви своей жене он говорит о том что он подарил ей все на свете то есть и небо и свое сердце ну довольно банально но очень красиво то есть действительно так и что вот он построил дом как знаете человек должен построить дом посадить дерево и родить сына он посадил клен красный за окном он построил дом а сына не успел родить его призвали то есть то ли он контрактник то ли он по призыву непонятно то есть тему дальнейшее развитие темы диктовала музыка вот вы послушайте какой там идет проигрыш и как потом идет этот напор на кал такая военная тематика пошла монолог продолжается но уже монолог человека который в песках может быть афгана может быть сирии погибает я на свою беду прочитала много интервью не назвавших себя людей которые сражались особенно в последнее время по контракту в сирии то есть они такие вещи рассказывать если про это писать песни то точно запретят песни то есть то что там эти правила ведения войны по этим контрактам они конечно чудовищны и просто хотелось передать состояние этого человека который погибает там может быть погибать может быть нет мы не знаем и его слова обращенные к жене когда вот не пускай посланца смерти на порог это о чем речь по идее есть такой фильм посланец там играет вуди харрельсон мой любимый актер американский который разносит вот эти вот повестки то есть извещение о гибели солдат еще как бы но должен выразить сочувствие женам там матерям и так далее и вот есть такое поверье что пока ты не впустишь такого посланца к себе на порог пока ты не возьмешь это извещение или там как это называется да а смерти в свои руки человека для тебя остается живым и вот герой нашей песни об этом знает и он просит свою супругу не делать это не пускать этого посланца смерти на порог чтобы он не начал свой монолог там миссис там гражданка как это у нас там до госпожа такая-то иванова петрова ваш сын там или ваш муж героически погиб там выполняя интернациональный долг все то есть не пускать на порог и тогда вот затаись молись там где-то в углу но только не бери в руки вот этот вот конверт со смертельной новостью с этой и тогда у тебя в сердце в душе твой сын или твой муж будет жить и последнее конечно вот это вот я живой я с тобой слишком труден путь домой он не может выбраться из этих песков где истекает кровью он не может добраться домой но мысленно как бы до чувствами он по-прежнему с ней стоить с кем он строил дом с кем он сажал красный клен за окном с той женщины от которого должен был родиться сын но сыну вы не рожден но это такая драма и мне кажется что вот музыка сергей на мой взгляд очень интересная музыка очень необычная она тоже вот с этим содержанием очень хорошо сочетается поэтому еще раз дорогие друзья я предупреждаю не надо сразу выносить приговор этой песни распробуйте и и ее надо понять и прочувствовать четвертая песня музыка виталия дубинина это моя любимая тема и не надо меня бросать тапочки и камни потому что я знаю что опять начнется а опять они взялись за своих байкеров ребята ария эту тему начала вспомните героя асфальта не хочешь не вери мне а твой новый день король дороги наконец ставшего просто гимном наших байкеров беспечного ангел и мы были бы не мы если бы в одной из песен не нашел бы свое отражение шикарнейший сериал про байкеров сыны анархии или дети анархии начали его показывать 2000 аж восьмом году закончили аж 2014 году и вот я все пишу пишу трактат то есть я уже наизусть выучил этот сериал нашла кучу интересных материалов сделай интересные подводки но время пока вот но не складывается так чтобы этот трактат закончен половина уже сделано по саундтреку конечно не 482 трека которые в сериале поменьше немножко тоже поставить 482 и 83 трека описывать это с ума сойдешь а там история песен история исполнитель кое-что уже по персонажам готова и джема моя любимая уже упаковано полностью из положительной с отрицательной страны и клей уже препарирована с отрицательной и с положительной стороне джекса не люблю джекса придется препарировать то есть все герои уже как бы в черновиках все готово но никак руки не доходит чтобы это закончить поэтому мы решили что все-таки одна из песен должна быть посвящена этому сериалу кто не видел тот конечно ну не сразу видит это понятно еще раз повторяю байкерская тема была как бы зафиксирована записана зарей очень давно поэтому ничего стыдного в этом нет и я думаю те байкеры которые в теме и те люди которые тоже в теме они этот наш трек оценят были варианты конечно то есть был там пересказ истории джекса вот его последние последнего пробега когда вот он раскинув руки летит навстречу этому здоровому трейлеру и там и была игр и кровь и героин в общем но все что происходит собственно в сериале все-таки виталий лексич попросил от этого отказаться байки в крови вот это байки из клепа в мы убрали героин мы убрали а получился в принципе вы извините мою эмоциональность просто моя любимая тема а получился в принципе как бы сиквел то есть не то что вот допустим сейчас курт сатерс компании сделать и ужасных майянцев да с мексиканцами с альваресом и с прочими товарищами а получился как бы наш небольшой рассказ о том что может произойти уже спустя какое-то время после того как погибли основные герои этого сериала не стала джекса не стала клэя там не стала джема и так далее но клуб то сыны анархии дети анархии продолжает существовать там они в майянцах в общем-то не в лучшем виде мелькают как бы не очень харизматично вот а тут харизматично и лично я посвятил эту фильму посвятила эту песню не просто сына монархии а реальному герою который я думаю через несколько лет все-таки будет жив когда это хотя это в общем-то довольно сомнительно это чипс это замечательный или пыр как там чипс или пыр два перевода которого играет потрясающий совершенно актер томми флэнеган который был и вице-президентом и судя по всему он стал президентом после того как джекса шоу этого нашего клуба и вот он уже все замкнулся в себе разочаровался во всем поставил свой байк на прикол видимо там еще и люди погибли и тик наверно верный погиб и еще сыны такие нормальные true сыны погибли и вот он вспоминает он видит своих товарищей во сне но просто на слово фотография как бы не не влезла в текст а если вы помните фотографии там первой девятки все с нами да там где джон основатель это отец джекса этого клуба и вот все там молодые там и клэй молодой там и пайни молодой вот то есть ну у нас нет фотографий чтобы чипс на них любовался у нас есть сон и во сне он видит своих товарищей но понимает что все он в систему как бы не вписался потому что они аутлоу то есть они вне закона эти люди как настоящий байкер собственно они вне закона это не служители порядка это не служители власти как вот сейчас это все переначивается это не любители плюшевых мишек и всяких кукол а это отчаянные ребята которые как бы борется за жизнь за выживание нарушая закон поэтому они как бы вне закона аутлоз и вот здесь то песня как раз о таком человеке скажем так условном чипсе да пыре в исполнении томми феннегана который сначала отчаялся а потом он понимает что все таки все начинается там где заканчивается ночь где заканчивается этот житейский сумрак да и свободные птицы в полете они так похожи на байкеров которые мчат вот это красиво конечно картину байкеровские пробеги и сначала это отчаяние что вроде потрубили отбой и ни ад и ни рай уже вас не ждет все а потом это помните как в беспечном ангеле брат выходил поднимал кулак да а здесь братья с тобой до конца то есть все ты садишься опять на байк ты понимаешь что к черту всю эту систему к черту этот establishment к черту этот порядок все-таки ты сбрасываешь груз лет груз своих страданий ты садишься там на харли не знаю на галку на что ты садишься на бмв в конце концов вот и несешься опять по дороге вот с этими птицами в объятия нового дня то есть вот такой вот небольшой исторический экскурс в историю одного из героев сынов анархии и я считаю что в какой-то степени мой долг перед байкерами и перед любителями этого сериала которые ждут никак не дождутся от меня огромного трактата который частями я выкладывал в интернет а потом люди мне скажу что ты делаешь не надо это выкладывать потому что ну понятно там в интернете всякие копошатся люди вот могут как бы и стибрить стырить утащить и где-то издать вот но клянусь что все-таки я выберу время и закончу в том или ином виде в электронном либо в печатном тем более что иллюстрациями сделали шикарные просто ребята очень хорошие люди сделали прекрасные иллюстрации и с Джексом и с клеем и со всеми со всеми героями вот так что не начинайте ругаться что эти вонючие байкеры опять у Арии Ария имеет на это право а если кто не согласен тому я просто дам в лоб и все ребята это отличная песня итак последняя песня let it be но это не битлз а это Ария баллада пусть будет так let it be песня Миши Житникова музыка ну естественно Виталий немножко помогал молодым начинающим композитором надо все-таки немножко помогать получилась душесчипательная баллада надо сказать что работали мы над ней очень долго сюжетов было очень много мы пытались примерить один сюжет не подошло еще один сюжет не подошло еще один сюжет не подошло то есть ну не было какой-то все вроде было красиво но не было какого-то нерва и не совсем совпадало с настроением музыки в результате Виталий Алексеевич предложил эту тему вот такую какая собственно она и получилась у нас в этой песне я понимаю что у этой песни будет очень много разночтений но эту историю в принципе которая рассказана в песне может рассказать любой из нас это не обязательно история группы Ария не обязательно история там я не знаю группы еще какой-то группы как бы создаются группы распадаются совершенно естественный процесс но в жизни каждого человека у которого есть какая-то цель какая-то мечта тоже есть или был какой-то друг который стремился к осуществлению этой цели или мечте вместе с этим человеком но как бы ветер странствий сбил его с дороги поманила его другая вершина поманила его другая даль и наверняка у многих случалось такое что друг его бросал ради каких-то своих целей своей мечты и казалось бы вместе они могли бы добиться гораздо большего чем поодиночке но это где-то люди понимают не сразу это где-то можно понять только в конце жизни и и пожалеть и страдать от этого но признаться в открытую то есть вот выйти и сказать слушай ты знаешь я был неправ вместе мы могли бы сделать гораздо больше гораздо интересней и вместе мы бы достали бы до небес до небес рукой да извини я был неправ это не каждый сможет сделать не тот кто остался как бы у разбитого корыта не тот кто забрался на какой-то холмик то есть шли и шли люди вместе по жизни они разошлись пути сошлись и разошлись это сплошь и рядом и каждый занял свое место на на высоком холме один сидит на высоком холме сидит другой но вершины как таковой огромной такой вершины которая пронзает небо которая разрывает вообще просто они не достигли ни тот ни другой вот такая печальная песня и мне кажется тоже то есть если вы обратили внимание я всем довольна я действительно довольна музыкальным материалом я довольна тем что получилось понравится вам или нет мне совершенно все равно потому что я знаю что работа сделана хорошая работа сделана честная без халтуры никто левой ногой ни музыку не писал ни текста левой ногой никто не писал если я что-то не могла сделать как было в начале работы над альбомом я честно сказала тому же самому Виталию что Виталий в данный момент работать вот в полную силу я не могу ну так сложились обстоятельства мы же все живые люди это надо понимать прекрасно никто из нас не машина не робот все случается в нашей жизни и болезни и смерти близких и какие-то неувязки ну не получилось я понимаю гнев Виталия Алексеевича потому что он очень переживал за альбом но спасибо Саше Елену за то что он как бы выручил написал текст к одной из дубинской песни текст не совсем как бы соответствует моему представлению о том что там должно было быть но он выручил он молодец Саша спасибо тебе спасибо Виталию что он не останавливается не опускает как бы руки и крылья все отлично дальше мы опять с ним стали работать и получились хорошие песни но вот эта песня она как бы такая как бы сказать получилось может быть чересчур печальная песня там есть некоторые отсылки я сразу предупреждаю к другим песням арии раннего периода по строчкам но это мы уже делали в замкнутом круге это дозволяется это позволяется это разрешается вот и кто-то может в этой песне услышать как бы отзвуки Квиновского шоу мастгу он я не знаю может быть и так но для меня она действительно эта песня пусть будет так ни друг ни враг как тысячи людей идущих мимо вот вот сожаление есть определенные об определенном периоде нашей жизни и жизни группы и жизни каждого из вас слушайте ребята проникайтесь и не спешите делать выводы это самое главное мы все люди взрослые и и лично я никогда не стояла за плакатность в текстах возможно это создает определенные трудности как писал один человек на сленде послушаешь песни с текстами пушкиной и приходится что-то читать я не понимаю что плохого в том если кто-то что-то вдруг прочитает если вдруг кто-то допустим послушает песню оперу хотя это очень трудно рихарда вагнер ведущий голландец но в крайнем случае пересмотрите пиратов карибского моря это так сказать если брать во внимание принимать во внимание проклятие морей да буду рада если кто-то пересмотрит сериалы хотя бы несколько сезонов сынов анархии это замечательно если кто-то посмотрит шварца убить дракона это вообще классно а если кто-то задумается о судьбе наших контрактников еще раз наши ребят в афгане я уж не говорю про чечню это вообще это отдельная боль то как говорится все уважение вам так что до новых встреч что-нибудь мы еще придумаем